Это Полезный Город. Вас приветствует Татьяна Ситникова. Интересный гость, порция полезной информации, толковые жизненные советы. Все это в традициях нашей программы. Сегодня мы встречаем звезду. Вот так, ни больше, ни меньше. Называется мясокомбинат «Звезда», расположенный в Пижанском районе. Точнее, на карте, если так вот обратить внимание, деревню Павлова Пижанского района. Андрей Рыков и Наталья Матавилова, два заместителя директора звезды. И сегодня у нас звездят, так получается, Андрей и Наталья. Здравствуйте. Интересно с вами встретиться и получить действительно массу полезной информации. Ну, знаете же, какое было тут обильное новогоднее застолье. Кто-то открыл какую-то вкуснятину, кто-то в чем-то разочаровался. А вот я хочу начать нашу встречу с такой вот реальной жизненной ситуацией, которая случилась лично со мной. Ну, понятно, все хозяйки забивают холодильник к празднику, да? Ходим в гости, встречаем гостей. Я оказалась на новогодней продовольственной ярмарке в одном из домов культуры. И вот смотрю, моя знакомая так усиленно отоваривается, закупая что-то себе и складывая в сумку. Вот смотрю, шницель, ромштекс, какие-то котлетки, пельмени, все звезда. Для меня это загадка. А я знаю, что я такая, скажу так попросту, тетка такая придирчивая, внимательно относится, чем накормить свою семью. Я говорю, слушай, упробовала вкусно, она говорит, да, вот сегодня второй заход, но ты, говорит, почитай, обрати внимание на этикетку. Читаю. Ну, вроде бы как все там мясо, там какие-то добавки, специи, она говорит, тут нет никаких добавок, заменителей и все прочее. Натураль, что называется, да, так говорят в народе. Это что, действительно вот фирменный стиль звезды? Ну, я тоже, кстати, попробовала, я потом в конце расскажу свои впечатления, хорошо? Хорошо. Ну, вот первый вопрос у меня такой. Вы действительно делаете ставку на здоровую, экологическую, чистую вот такую продукцию? Да, это является стратегией нашего предприятия. Основная цель – обеспечить доступ к действительно качественным продуктам любого гражданина, чтобы они были максимально доступны и каждый мог себе их позволить приобрести. Ну, комплимент я уже вам сделала. Сейчас деловые вопросы, которые у меня, как у потребителей, в голове. Но ведь если стоит знак здоровое питание, да, вот всевозможное отсутствие добавок, это значит, отражается на цене? Я правильно мыслю? Совершенно верно. Здесь прослеживается некая взаимосвязь между качеством и ценовой политикой. В нашем случае мы соотнесли максимально корректно цену и качество за счет автоматизации нашего производства и работы с местными поставщиками средств. То есть вот такая знакомая тема – производительность труда, да? Производительность, которая всегда отражается на конечной цене продукта. Ну, одним словом, это такое, можно сказать, вступление, а все-таки вы впервые у нас в гостях, и мы решили, что о звезде должны узнать в широком масштабе потребителя. Давайте для знакомства. Итак, вот я прочитала, 2009 год, два брата по фамилии Рыковы решают нырнуть в какое-то серьезное собственное дело. Все так? Все правильно. Все правильно, да? А как развивались события? Вот немножко расскажите, начало пути. 2008 год был переломным моментом. На фоне кризиса мы решили организовать собственное производство продуктов. При поддержке на тот момент Росрехосбанка нам удалось получить средства на развитие предприятия. То есть взяли серьезный кредит, да? Да, взяли кредит и вложили все деньги в работу. Приобрели на тот момент заброшенное пустующее здание мясо комбината. И начали работать на этой базе. Но вы были новички в этой отрасли? Это вот так все с ноляшно называется? Вот у нас на тот момент развивалось два направления. Это убой скота, оптовая торговля мясом. И ту линейку, которую мы запустили позже, это производство натуральных полуфабрикатов. Ну то есть вы сразу делали ставку на собственную базу, что называется? Да. На собственное сырье, вернее, вот так. Да, изначально все эти моменты были учтены. То есть мы не пользовались на тот момент. И сейчас мы не работаем на привозном сырье. То есть мы работаем исключительно с местными поставщиками сырья. И к тому же у нас уже есть частичная собственная сырьевая база. Ну я так думаю, что это как раз по теме цены, да? Мы рассуждаем темы цены. Это тоже сказывается, когда собственная база. Когда в вашей компании появился такой симпатичный человек, как Наталья Матавилова, у которой должность заместить и директора по развитию, да? Такое уточнение. Ну, к тому моменту, когда мы смогли подготовить условия для производства, когда уже планировался действительно выпуск массовой продукции, на тот момент мы познакомились с Натальей Николаевной и начали сотрудничество. Вы бижанский человек, Наталья? Я бижанский человек. Можно сказать, что я пришла в эту компанию именно тогда, когда она готова была уже выпускать полуфабрикаты. То есть все те стадии развития, те пробные партии. Директор, по развитию ты такая толкательшая, да, прогресса, насколько я понимаю, да, должна дорогу прокладывать. Нет, да, я только вот на готовую линию уже, на готовое производство. Ага, вот так. То есть сначала Путин, Наталья, особо неизвестная, я так понимаю. Я могу только это сказать из истории. Все понятно. Ну, вот в вашей визитной карточке небольшой презентации написано, мы, команда, нацеленная на результат. Команда, вот как формировалась, я понимаю, что в деревне, наверное, спецов вот такого высокого уровня, когда вы брали высокую планку, наверное, трудно было найти все-таки. Или со старого мясокомбината? Переходили кадры. Дело в том, что кадры со старого мясокомбината, они уже морально устарели. Ну, не будем обижать там. Нет, нет, в плане того, что когда они работали на том предприятии, во-первых, участия людей уже не осталось, а во-вторых, те операции, которые они выполняли в свое время, они уже стали неактуальны для нашего производства. Вот поэтому нам пришлось с ноля создавать собственный коллектив, цеха. И который уже работал по другим алгоритмам. Почему у нас же в угоне мы остались? Ну, мы сейчас не говорим о производстве конкретных продуктов. Хорошо. Одним словом, вы искали специалистов. По-современному мыслящих, да, вот как-то по-новому оценивающим рынок. Наша политика такова, что у нас надолго не задерживаются те люди, которые действительно не вносят вклад в работу предприятия, в работу команды. Они надолго, их не хватает, они автоматически куда-то отсеиваются. То есть у нас на данном этапе остались только те, кто действительно нацелены на результат, кто смотрит с оптимизмом и кто не боится трудностей. Ну, вот вы сказали, что это был какой-то 2008 год, кризисная волна. Сейчас-то с ног, ну, уже из-за всех, уже кризис навяз, да, вот уже просто вот всех он, по-моему, придавил, задавил, напугал и так далее. Но как-то вот при встрече с вами я не вижу пессимизма. Дело в том, что мы, наверное, очень мало смотрим телевизор. А, боже, да, вот мне приходится по специфике работы в интернете сидеть, наверное, давит. Так, и что? Это помогает жить? В нашем случае мы уделяем огромное внимание нашему делу. И когда ты занимаешься делом, у тебя нет времени на то, чтобы подниковать и в чем-то расстраиваться. То есть в любом случае тот результат, который мы получаем, он является показателем нашей работы. И нам не важно, кризис сегодня или кризис, конечно, мы учитываем эти моменты, очень жаль, что и покупательская способность у населения падает. Но это не повод для того, чтобы сидеть, сложа руки, выбывать на то, что сегодня у нас дождик на улице, завтра у нас закончится, и тогда мы куда-то пойдем. Ну, я почему задала этот вопрос? Ну, в любом случае, ну, кризис, но все равно за окном. И у людей меняется психология. Президенты и председатели правительства, да, об этом говорят. Люди начинают экономить. Они нацеливаются все-таки на более такую экономную продукцию. А вы делаете ставку на высокое качество, на здоровые продукты. А они же всегда дороже. Ну, вот я как потребитель размышляю, по-моему, логично. Ну, ведь в таком случае я хочу заметить то, что не все люди у нас в стране... А, не все экономят? Ну, это я согласна, да. Вопрос экономии очень интересный. То есть, смотря на чем мы экономим, мы можем, допустим, отказать себе в покупке какой-то дорогой недвижимости автомобиля. Но поскольку пища для нас является чем-то базовым, то есть то, без чего мы не сможем прожить, имеет смысл экономить на своем здоровье. То есть ваше наблюдение, что, собственно, на своем желудке народ все-таки старается не экономить. Это вопрос здоровья, да? Вопрос, на мой взгляд, это личный выбор каждого человека. То есть... А может быть еще и возможности? Ну, возможности каждый изыскивает сам. То есть все зависит от мира зрения человека, то есть на что он нацелен. Либо потреблять что подешевле, и с неясной перспективой, либо действительно разбираться в том, что потребляешь, и выбирать то, что соответствует твоему мировоззрению. Ну, хорошо. Будем считать, что убедили, убедили, не убедили, но действительно, сколько людей, столько мнений, и у каждого свои возможности. И надо, главное, найти свою нишу. Ну, вы же понимали, что когда вы шагали в этот бизнес, а я так понимаю, что вы были новички, вы видели, какая конкуренция? Ведь нужно было действительно найти место под солнцем. Как складывалась эта ситуация? Как вас спускали на рынок? Как вы прокладывали у себя дорогу? На данном этапе я не сказал бы, что мы достигли каких-то значительных результатов, которые достойны таких-то стольких слов, Татьяна, которые только что произнесли. Звезда! Звучит-то как, а? У нас еще все впереди, по большому счету. То есть, те небольшие достижения, которые мы совершили за последний год, они, конечно, значительны для нас, но в целом они не влияют на, скажем так, ситуацию в общем. То есть, мы еще не можем представить продукцию широко массой для того, чтобы она была в шаговой доступности для каждого жителя. Например, в Кире это какие точки, где вот можно со звездой познакомиться? Продукцией. Это сеть магазинов Самобранка, Новый Простор, продуктовый в ЦУМе, магазины ООО «Хлебушек». Ну, все-таки уже немножко наследили, но хочется побольше, да? Ну, это только капля в море. Да, да, да. Вопросы конкуренции. То есть, что мы понимаем под конкуренцией? Ну, я так понимаю, что вот многие гости, местные производители, приходя к нам сюда, в студию, говорят о том, что не просто пробиться на прилавки крупнейших супермаркетов, да, вот и так далее. Ну, собственно, магазин открыть тоже довольно проблематично, на это нужно средство, так ведь, да? А так, одним словом, на одних ярмарках, наверное, мне кажется, не выйдет, что называется. Ярмарки – это не наше направление. Ну, а почему бы от него отказаться? Не стоит отказываться от него, да? Нет, мы не отказываемся, но все-таки это не наш путь развития дальнейшего. Я бы сказал, что это просто определенные шаги, которые служат для достижения более глобальной цели. Это ознакомление жителей хотя бы Кирова. То есть мы не можем сразу масштабно начать обгрузку десятками тонн куда-то, куда-то, это из области фантастики мы прекрасно читаем. Ну, понятно, я думаю, с крупными мясокомбинатами потягаться невозможно, но свою нишу занять, иметь своего покупателя, задача очень реальная, да? Ну, смотрите, когда Вы сказали про место под солнцем, если бы у нас был обычный продукт по доступной цене, то есть, ну, не хочу никого обижать, он бы был такой же, как у всех. Вот это было бы намного сложнее. Наш продукт уникальный, он натуральный, мы за здоровое питание, и мы не боимся об этом говорить, поэтому покупатель нас найдет намного проще и быстрее. Значит так, главный козырь все-таки сейчас мы говорим звезды, экологически чистые, натуральные продукты. То есть никаких добавок? Да. Вот так вот, у микрофона, да? Никаких добавок. Нашей радиостанции мы говорим об этом. Если хотите что-то натуральное, запомните звезда. Я хотел бы тут немножко уточнить то, что мы подразумеваем под добавку. Ну, я так понимаю, заменители всевозможные, усилители вкуса. Да-да-да, то есть, допустим, в состав продукта также входит поваренная соль, ее тоже можно посчитать добавкой. То есть, мы не производим продукцию, применяя заменители сырья, которые служат для ее удешевления. Ведь вопрос в том, что когда мы, допустим, в каком-либо продукте заменяем часть мясного сырья, допустим, на соловий текстурат, то у нас в общей массе получается безкурсный продукт. И для того, чтобы вернуть вкус того продукта, который изначально запланирован, мы уже вынуждены применять и усилители вкуса, и ароматизаторы, и разные срезующие компоненты, чтобы создать, скажем так, все-таки в какой-то мере презентабельный... Букет вкуса, что-то хотя бы съедобное, да? Да, презентабельное. То есть, вы категорически от этого отказываетесь? Да, изначально у нас была цель создать продукт, который не включал бы в себя заменители сырья. Мы попытались сделать ее максимально доступным за счет того, что мы работаем, как я уже говорил, исключительно с местными производителями. У нас минимальные затраты на логистику, и к тому же у нас в собственности находятся здания нашего предприятия. У нас свое утопление, своя вода. То есть, мы в этом плане совершенно зависимы коммунальных услышав, поэтому те затраты, которые мы понесли, имея это все в аренде, мы, конечно, уже не включаем в стоимость нашего продукта. Ну вот я сейчас начинаю понимать все-таки. Высокая планка качества и реальная цена, да? За счет чего это получается? Варианты возможны, если толково работать? Да. Вопрос в том, что, плюсом по всему, мы попытались максимально автоматизировать производство, исключить ручной труд, исключить влияние человеческого фактора, так называемого. Поэтому вот эти все моменты вкупе, они дают результат. То есть автоматическая, автоматическая, да? Да, максимальная автоматизация, конечно, и предела нет. Вот это все вопрос финансирования, конечно. Все-таки сейчас в вашей коллекции, насколько я понимаю, полуфабрикаты, мясные всевозможные, котлеты, рамштексы, пельмени, там что, купаты, да? Шашлыки. Купаты, шашлыки. Ну, я на что обращаю внимание. Вы, опять же, идете каким-то нестандартным путем. У вас, например, пельмени с добавлением чернослива. Рамштекс не иначе, как аристократ. Вот даже сами названия-то, в общем-то, такое. Добавки всевозможные. Кориандры, майораны, мускатные орехи. Это тоже вот такая принципиальная линия. Работать с деликатесными продуктами на гурманов. У нас в этом направлении, на самом деле, есть просто линейка такой продукции. Дело в том, что для того, чтобы ее поставлять, скажем так, по объемах, на сегодняшний момент, конечно, это всего лишь пробные такие партии. Мы оцениваем рынок, оцениваем спрос. Ну, да, она многим нравится, но, тем не менее, это продукция специфическая. И, конечно, для того, чтобы... Ну, так вы прощупываете, да, представление потребителя. Как люди отнесутся к тому, что мы предлагаем. Ну, и какие первые впечатления, все-таки, как у нас, гурманит народ? Ну, на волне кризиса, как вы говорите. Ага, вот так лучше, что нет. А еще обратил внимание, вот, в презентации ваших товаров, категория А, Б, В, Г. Я вот так вот понимаю, что А – это, ну, что-то такое, ну, высшее все-таки, вот так, да? А вот что такое Г, например, категория Г продукта? Категория Г – это полная противоположность категория. Так, понятно. Пытаюсь понять. Вот, это вопрос из классификации полуфабрикатов, то есть мясных полуфабрикатов. Категория А, она отображает наличие мышечной ткани в составе продукта. Другими словами, чем больше там мяса, тем выше категория. Ну, я правильно сказала, А – высшая категория. Совершенно верно. Это значит, сколько процентов? Ну, я сейчас точно не помню те цифры, но, по-моему, порядка более чем 50 должно быть. Нормально. А что в категории Г? Это, наверное, добавки всевозможные, например, бывает, пельмени, капустные. Вот я, опять же, как потребитель, вот так вот представляю. Или ошибаюсь? Да, совершенно верно. То есть, в категории Г минимальное процентное соотношение мяса по отношению к продукту, к 50-го продукта. Поэтому там могут находиться как такие безобидные вещи, как капуста, что-то еще. И также точно может быть и соевый текстурат находиться. То есть, там нет какой-то регламента, что там может находиться. Все-таки вы себя представляете, как мясокомбинат, презентуете, да? Сельскохозяйственные, потребительские, кооперативные. Ведь с этого начиналась ваша история, да? Вот в 80-м... В 2008-м году. В 2008-м году, да, вот извиняюсь. Вы ощущали поддержку регионального тогда у нас департамента, сейчас министерство? Очень серьезная ставка делалась именно на предприятия вашего плана. Мне хочется вот такой вопрос еще задать. Да, дело в том, что тот кооператив, который мы создали... Ну, я немножко оговорюсь, что у нас именант – это торговая марка. Наши продукции, мы работаем на базе сельхозкооператива, который мы создали в 2008-м году. Это в некотором роде специфическое предприятие, которое работает благодаря членам кооператива. То же самое, что акционерное общество, просто здесь это представлено в сельхозварианте. Вот, и в то время, в 2008-м году, на уровне департамента сельскохозяйства Кировской области проводилась программа по реализации вот этой идеи создания кооперативов. Было реализовано, скажем так, две-два направления – это производственные потребительские кооперативы и кредитные кооперативы. Ну, вот я вот о том времени его прекрасно помню, поэтому и задаю вопрос. Поддержка была? Поддержка, да, конечно. То есть, благодаря как раз поддержке на областном уровне мы смогли этот проект в первую очередь поднять, поставить на какой-то ход, пусть на тихий. И, тем не менее, все равно вклад был в колоссальной поддержке, которую нам оказали. Это что, субсидирование, процентный ставок? Да, было субсидировано на то время процентные ставки и был грант, который мы тоже освоили и внедрили эти деньги в производство. А сейчас, в нынешние непростые времена, вы рассчитываете только на свои силы или все-таки и на поддержку региональной власти? Мы на данном этапе также точно тесно сотрудничаем с департаментом сельского хозяйства Кировской области. Там работают люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы на уровне нашего региона заставить работать сельское хозяйство, то есть поднять его, создать что-то новое. Они подходят к этому с энтузиазмом, и поэтому с ними всегда очень легко и просто общаться. Можно запросто запускать новую линейку какую-нибудь, да? Вопрос в том, что ведь тут тоже есть привязка и к федеральным программам, в каких-то мы участвуем. То есть хочу отметить то, что в нашем случае мы получаем очень значимую поддержку от правительства Кировской области. Честно говоря, приятно это слышать, потому что на такие предприятия действительно делается серьезная ставка в регионе. Вопросом все-таки, наверное, директору по развитию вы захватили, Андрей Ницачеву, в свои руки. Насколько вам интересно, Наталья, работать? Я не уточнила, когда вы пришли, вы в этой теме работали или совершенно как-то кардинально ваша жизнь изменилась? Можно сказать, что кардинально моя жизнь изменилась. Вы, надеюсь, лучшую сторону, судя по тому, что улыбаетесь. Я улыбаюсь всегда. Нет, работать, на самом деле, очень интересно. И интересно, почему? Потому что это новое. Не стоишь на месте, все время развиваешься, двигаешься вперед. Нужно что-то придумать новое, найти, донести. То есть свежие идеи – это ваша тема? Свежие идеи, да, это интересно. И вот эта линия для гурманов здесь тоже вы следили немало, да? Нет, это не моя идея была. Я ее только поддержала, да. И сейчас у него куча идей в голове. Я бы сказал, что тут нет чьей-то конкретной индивидуальной заслуги. Мы работаем в команде. То есть любое решение, которое мы принимаем, оно всегда обсуждается. И по результатам этого обсуждения мы начинаем двигаться в каком-либо направлении. Команда сейчас большая? Сейчас у нас на производстве занято порядка 20 человек. Ну, я бы сказала так, компактно. Да? Ну, ведь мы все-таки максимально отошли от ручного труда. Нам помогают наши... Ну, ведь многие вот... Нет, не буду говорить многие. Это неправильная, наверное, постановка вопроса. Но кто-то считает, что именно ручная лепка – это вот самый такой высший пилотаж, вот пельмени, ручная работа. Вот даже приходишь продавец, говорит, вот возьмите это, это ручная работа. А вы как-то совершенно вот в другом направлении пошли. Это тоже цена, да? Тут вопрос на цены. Дело в том, что когда мы рассматривали варианты развития нашего производства, также точно был рассмотрен вариант, скажем так, с применением вот этой вот ручной лепки. Но у меня по этому вопросу есть свое мнение. Дело в том, что ведь что мы подразумеваем под ручной лепкой? Я понимаю, что это на слуху. Вот у вас какие ассоциации? Ну, я так представляю, вот сидит, ну, какое такое помещение? Сидит, наверное, куча женщин с разным настроением, мыслями, что-то такое. Просто почему ручная лепка как-то звучит так немножко приподнята? Вы помните, вот домашняя ляпка пельменей, когда семья собирается за разговорами, дружно что-то лепит, и вот как-то в этом плане получалось все как-то вкуснее, с хорошими разговорами и так далее. Хотя, с другой стороны, я понимаю, к чему вы уклоните? Ведь это же настроение, это, не знаю, там, ну, какие ручки, да? Тут поработали, да, вот и все такое прочее. Машина работает точнее, конкретнее, да? Ну, что еще там? Четче. То есть вопрос в том, что, мне кажется, мы несколько эксплуатируем вот эту вот ручную лепку, это что-то для меня такое мифическое, потому что процесс создания пельменей, он подразумевает несколько стадий производства. И даже в процессе ручной лепки, допустим, мясо подготавливается на оборудовании, тесто замешивается также точно на оборудовании. И в результате мы просто соединяем два этих компонента вручную. Я здесь не вижу больших преимуществ, по крайней мере, для производства. То есть, также точно в нашем случае мы вышли на то, что мы натуральные ингредиенты соединяем уже с поступом автоматическим, что стазывается на цене. Опять же, тема производительности, да. И я так понимаю, что более такая четкая рецептура. И, конечно, в условиях производства под брендом ручная репка очень сложно соблюсти некоторые технологические процессы. Там, допустим, если мы работаем сейчас в цехе, у нас температура порядка 10-12 градусов, то человек, когда весь день находится в такой температуре, ему, наверное, сложно все-таки это все выдержать, вот эти температурные перепады. Ну и подготовка сырья, она тоже требует очень строгое соблюдения технологий. Поэтому в конечном итоге мы остановились на производстве продукции автоматическим способом, но максимально доступной и качественной. Понимаю, мужской подход, да? Да. Наталья, я обратила на это внимание, опять же, в вашей презентации. Производство продукции с применением инновационных технологий. Это вот то, о чем вы говорите, это и есть? Да. Умные машины? Умные машины, но мы все время что-то модернизируем и совершенствуем. Поэтому этим технологиям нет предела. Вот в нашем разговоре была такая реплика. В голове тысячи планов, там, не знаю, в дерзких планов, насколько я понимаю, глядя на вас, да? Куда сейчас шагаете? Вот какие устремления? Только у меня. Ну, кто, директор по развитию или просто заместитель директора, да, по развитию? Я вам разрешаю. На ближайшей перспективе перед нами стоит задача сделать наш продукт максимально доступным для жителей Кировской области. Так, что за этим стоит? За этим стоит расширение рынков сбыта, точек продаж и улучшение качества продукции. Попасть на рынки, на прилавки магазинов сложно? Да, в этом есть свои сложности, но все это приходит, скажем так, с работой. Ты начинаешь заниматься делом, оно начинает заниматься тобой. То есть нельзя сказать, что это невозможно, поскольку любая потенциальная возможность существует, поэтому мы используем. Я вас верно поняла, что в ближайшее время вы появитесь, продукция вашего предприятия появится в новых магазинах? Все правильно. Уже можно сказать адреса? Ну, по поводу адресов еще нет. Пока еще идут переговоры, я не могу назвать адреса этих магазинов. География – это только Кировский регион или уже вы шагнули дальше? На данном этапе мы работаем на исключительной территории Кировской области. В дальнейшем, ну, конечно, есть перспективные планы, но в ближайшей перспективе это, конечно, Киров и Кировской области. Ну, в комнате же мы тоже направляем. Ну, там незначительные такие отгрузки, хотя, можно сказать, и там некоторые жители удостоились чести знакомиться с нашей продукцией. Ну, причем отзывы были… Вот эта фраза «удостоились чести», мне это нравится в нашем разговоре. Дело в том, что мы туда не осуществляем поставки, просто так получилось, что у нас заказали эту продукцию на пробу. Закинули шарик, да? Это вы говорите про Екатеринбург? Нет, не только про Екатеринбург, а про Республику Коми. Сейчас есть, но в 90% случаев отзывы исключительно положительные. Ждать ли от Вас еще каких-то новинок? Вот мы говорили о всевозможных сейчас в кузнятинах, рамштексах, бифштексах, пельменях всевозможных. Вот что-то еще чем-то удивить? У школы это Ваша сейчас такая принципиальная линия – удивлять, гурманить. Конечно, удивим. Например? Мы не озвучим. А, это пока секрет, да? Это секрет, но у нас производство все время развивается. То есть у нас мы постоянно рассматриваем какие-то новые рецептуры, для того, чтобы их была возможность внедрить на нашем предприятии. Всегда интересно создавать что-то новое. Но Вы какие-то отклики, коллекцию собираете, откликов, впечатлений? Что больше всего нравится кировчанам? Уже есть такие? А это идея? Нет, пока еще не собирали. Такого нет? Но на электронную почту, которая дается на этикетке, приходят сообщения. Мы будем эмоционировать. От меня, галочку поставьте. Я оценила пельмени царские. Еще мне нравятся Ваши, конечно, царские, аристократы, там все вопросы. Боярские пельмени. Да, боярские. Что-то такое вот и звезда. То есть планку, по крайней мере, в таком словесном, визуальном выражении Вы взяли. Очень шикарно. Был действительно момент признания. Может быть, какие-то выставки или что-то, где уже люди подходили, Вам говорили спасибо. И Вы почувствовали, что Вы что-то можете. Можете конкурировать достойно. Первая наша в Кирове ярмарка, это была ярмарка в ДК железнодорожников, когда мы участвовали в конкурсе с самой-самой любимой пельменем. И заняли первое место от зрителей. Вот это действительно было призвание. Признание. Признание, признание. Это Ваше призвание, а наше признание. Да, и тогда вот именно команда вот этих специалистов, наших ребят, они увидели, что они создают тот продукт, который нравится. Вот увидели их горящие глаза. Это здорово. Ну это всегда приятно, когда то, что это оценили. Да. И когда мы участвовали во второй ярмарке в ДК Родина, и приходили те же покупатели, и узнавали продавцов, узнавали продукт, это тоже немаловажно. Ну пусть будут новые выставки, ярмарки, и пусть говорят люди о звезде. Кстати, я хотела все-таки спросить на финал разговора, звезда-то откуда такое название? Это тоже уровень планки какой-то, который вы ставите для себя? Или дело стихийное совершенное? Это дело, скорее всего, тут на самом деле не было что-то заложено. Звездной болезни не было? Нет, звездной болезни не было. И ничего масонского. Вопрос в том, что звезда, наверное, она все-таки всегда находится где-то высоко, освещает дорогу. И поэтому мы в своей работе все время стремимся к новым вершинам, совершенствуя свой путь с каждым шагом. Ну давайте на такой вот очень красивой звездной ноте и закончим нашу сегодня встречу в полезном городе. Моя задача была рассказать потребителю, познакомиться с интересным производителем. Но не знаю, насколько это глубоким получилось наше знакомство. Наверное, оно просто первое еще, да? Вот такое первое знакомство. Но одним словом, обратите внимание, звезда. Это ребята из пижанки деревни Павлова, с большими амбициями, настроениями, желаниями, из вкусной, здоровой пищи, которая, я думаю, немаловажна для каждой семьи. Андрей Рыков, Наталья Матавилова были у нас в гостях. Я просто пожелаю вам успеха. Спасибо. Вам очень благодарна.